друзья всем привет посмотрите какие корни у этой орхидеи прям лезут со всех щелей посмотрите какая прелесть и вы не поверите нету здесь никакой химии никаких с каких-то специальных средств после которых вот эти вот корни полезли вот таким пучком я к мне кажется что подобное повторить может каждый из вас и вот сегодня у нас видео в котором мы возьмем несколько орхидей и поместим их в те же самые условия что и была помещена несколько месяцев назад вот это вот орхидеечка и буквально сколько прошло июнь июль август и у этой орхидеи посмотрите за эти три месяца наросло вот такое вот количество корней посмотрите они прям они прям колосятся это друзья орхидея fullers sunset эту орхидею мне подарили на день рождения 7 июня 7 сегодня у нас 9 сентября ровно три месяца назад она была обычной такой знаете банальной орхидеи фаленопсисом цветущий купленный в люра мерлени желтого цвета и у нее как и у всех как у большинства нормальных орхидей были простые обычные корни и эту орхидею я поместил на восточное окно с одним а единственным моментом и этот момент заключается в следующем но прежде чем ответить и рассказать подробно и показать на примере других орхидей как мы это будем делать я хочу вам друзья сказать о вопросе который очень часто мне задают в комментариях под видео на предмет того можно ли орхидеи фаленопсис и сажать в темные горшки везде на всех каналах ну у подавляющего большинство на всех каналов и мы не исключение авторов которые расскажут рассказывают о об уходе орхидей авторов которые расход рассказывают что происходит с их орхидеями вот как наш канал большинство подавляющие 99 процентов а все сажают в прозрачные горшки собственно как и посажена вот это вот орхидея и соответственно у новичков возникает вопрос прозрачные горшки а можно ли сажать эти орхидеи в темные горшки и вот друзья значит три месяца назад вот эту магазинную орхидею я поместил вот в обычное непрозрачное кашпо вот в такое вот вытащил серединку из него и поставил эту орхидею в это самое непрозрачное кашпо вот я не знаю угадали или не угадали те зрители канала которые задавались вопросом и пытались понять для чего я ищу горшки непрозрачные а вот именно для того чтобы начать на нашем канале небольшой эксперимент длиною в несколько месяцев на нескольких орхидеях которые мы поместим вот такие вот непрозрачные кашпо но одно дело знаете а посадить орхидеи в непрозрачные горшки и потом не знать и не видеть что и как происходит с корнями этих орхидей поэтому мы немножечко сделаем как говорил один мой товарищ давным-давно ход конем но о нем чуть попозже а сперва я хочу рассказать значит про уход за этой орхидеи потому что мало поместить эти орхидеи эту орхидею в темное кашпо я еще и значит оставил с такой своеобразный способ полива за этой орхидеи значит полив этой орхидеи ввиду того что она была магазинная точнее является магазинная и у нее под основанием находится торфяной стаканчик это эту орхидеи я поливаю замачиванием буквально на несколько минут наполовину вот так вот вставлю ее просто наливают сюда водичку в щелочку подглядываю сколько ну вот она наливается вода там на треть а когда опускаю горшок она подымается как раз до половины все держу буквально несколько минут не более там 10 минут и сливаю воду и вот все что там остается видите на дне это я все оставляю то есть стекает где-то примерно на мизинчик вода вот так вот состав с оставшегося полива на мизинчик стекает и все я так оставляя она стоит у меня до следующего полива эту орхидею я поливаю с периодичностью раз в десять ну вот летом когда жарко было раз в 10 дней сейчас с скажем так спа с появившимися прохладными ночами когда у меня в доме в районе там 20 градусов 20 градусов ночью днем теплее но я специально так делаю у меня свой котел поэтому я могу регулировать такую температуру днем 25 градусов может быть специально такой разрыв температурной разницы температуры между днем и ночью это для того чтобы орхидеи буквально к октябрю ноябрю месяца выпустили все цветоносы и на новый год они зацвели что у нас уже происходит несколько лет на канале вы всегда зимой можете наблюдать если посмотрите наш канал за 2017 год 18 19 20 21 вот сейчас 22 год зима будет еще нету но вот за предыдущие пять лет пять лет можно видеть что в зимний период орхидеи у нас на заднем плане всегда цветут буйством красок и практически наверно процентов 90 орхидеи выпускают цветоносы но в зависимости от покупки те которые были куплены я имею ввиду 90 процентов те которые уже не первый год у меня живут потому что те орхидеи которые там куплены были летом цветущие естественно не зимой не цветут они встали в другой стадии но по прошествии там 1 2 лет они входят в общую такую вот колею цветение всей моей коллекции в общем друзья к чему я все это рассказываю к тому что вот эту вот орхидею мы с вами поместили в темное кашпо и ответ на мой взгляд но от сравнении с этой орхидеи он очевиден но чтобы скажем так закрепить все это дело может быть это случайность такая да может быть это какая-то необычная необычность именно этой орхидеи поэтому я буквально на некоторое время назад задался целью поместить в подобные кашпо точнее подобные в темные горшки несколько орхидеи и ход конем заключается в следующем чтобы была возможность наблюдать за ростом этих орхидей за ростом корней мы не стали сажать орхидеи темные горшки а просто вот ход конем и заключается в том чтобы поместить их вот такие вот кашпо это в принципе равносильно равносильно тому что орхидея у нас посажена в темные кашпо да но зато у нас будет возможность наблюдать за корнями там я не знаю с периодичностью раз может быть в пару в тройку недель смотреть заглядывать что у нас там происходит то есть я буду снимать видео и соответственно начиная вот с этого сегодняшнего видео я сделаю плейлист на канале который так и будет называться орхидеи в темных горшках вот так вот и там будут собраны все видео и результат который естественно мы подведем через несколько месяцев на примере вот этих вот четырех орхидей здесь вы сейчас видите две орхидеи это две орхидеи которые мы позавчера с вами пересадили это орхидеи радуга и еще две вчерашние орхидеи это две орхидеи спаркс обе эти орхидеи являются легата образными орхидеями в общем друзья посадка у них абсолютно одинаковая взял по паре одинаковых орхидей значит посадка одинаковая горшочки одинаковые и значит грунт одинаковый и уход будет одинаковый и поставлю все эти орхидеи тоже в одно и то же место они будут в одном и том же месте стоять с одним и тем же температурным режимом и с одним и тем же уходом за этими орхидеями вот сейчас друзья на пользу я случаем значит мы позавчера пересадили вот эти две радуги они были влажные на них вот кокосовые скажем так кокосовые частички прилипли я говорил что они легко как когда высохнут легко счищаются да вот так вот раз и все они слетают все и сегодня в этом видео мы пользуясь случаем польем эти орхидеечки и значит я отвечу на вопрос еще в чем же заключается легкость легкость ухода за этими орхидеями при посадке вот в тот грунт который мы посадили а посадили мы их 60 процентов кокосовых чипсов и 40 процентов общем две три части кокосовых чипсов я брал и две части обычный самый простой коры самый простой коры сосновой коры и вот сейчас мы с вами их первый раз после пересадки польем как я буду поливать а поливать я буду вот таким макаром друзья как и ту орхидею который в начале видео fuller sunset вот эту показал как я за ней рассказал как я за не ухаживал все эти три месяца ну что вот так вот я беру горшочек опускаю его в воду можно вот до рисочки буквально там можно даже до основания проходит вот сейчас вот друзья проходит сколько ну я смотрю на камеру там идет секундомер но вот буквально 10 секунд друзья и горшок напитался я значит этот горшок ставлю теперь вот в это темное кашпо кашпо я подобрал абсолютно по размеру она не просвечивается то есть единственное что вот если в бок чуть-чуть посмотреть такая знаете тоньше пальца щелочка которую можно за которую в которую можно понаблюдать сколько там у нас на дне воды ну воды здесь немножко может быть она стечет поменьше будет ну и все вот этого полива достаточно чтобы орхидея орхидея у нас дожила до следующего полива вот так вот она у нас и будет в этом темном кашпо вторую тоже сейчас полью в одной и той же воде потому что у нас мы все одинаково их обрабатывали одинаковый грунт все у нас хорошо то есть орхидея в здравии так ну для этого нужно мне для этого мне нужно освободить второе второе кашпо это вот такие арты арты непрозрачные я все серединку убираю она не нужна эта серединка вот так вот совсем и 2 орхидеи тоже буквально 10 секунд то есть вот о чем я сейчас почему легкий уход за этими архиве то что при поливе можно орхидеи если те орхидеи которые у вас давно находятся да вы в них уверены в том что здоровые в горшках там особо никаких болячек нету вы можете быстро их поливать не надо наливать воду периодически сливать держать там по полчаса окунул орхидею в водичку подержал буквально 10 секунд если немножко посильнее подсохла орхидея да то можно чуть подольше подержать если еще полу такой влажноватый грунт а именно кокосовые чипсы да то буквально хватает там нескольких секунд чтобы эти полувлажные чипсы втянули в себя в воду моментально все вот такой полив ставлю эту тоже орхидеечку вот так вот и две орхидеи у нас вот в таких вот кашпо будут находиться это две радуги но у нас есть еще две орхидеи которые поливать еще рано мы я их полью завтра эти две орхидеи это те орхидеи которые мы с вами пересадили буквально во вчерашнем видео обе эти пересадки я ссылки оставлю в верхнем правом углу можно будет посмотреть кстати вчера когда пересаживал значит вторую орхидею уже без камеры возникла небольшая трудность в том что да не трудность момент такой что корень у нее был проросший через дно горшка пришлось мне горшок дно горшка просто вырезать кусочек она и потом надрезать и освободить корень вообще ни один корень у этих орхидей не пострадал я их поливать сегодня не буду полью их завтра но тоже помещу их в непрозрачные кашпо я хотел друзья найти арте такое же бронзового такого цвета до медно какой-то бронзовый цвет но к сожалению в магазинах не нашлось размера побольше потому что горшки то у нас побольше но потом я подумал думаю может быть это и хорошо чтобы мне не путать их две орхидеи радуги будут в таких кашпо две орхидеи спаркса будут вот в таких вот нейтральных кашпо сереньких по цвету моих стеллажей очень даже мне кажется неплохо так стильненько смотрится на мой взгляд вот так вот один спаркс и сейчас второй спаркс тоже помещу я посадил специально так если вы помните немножечко пониже для того чтобы эти орхидеи были немножко на вырост в этих горшках и сейчас они смотрятся друзья как бы немножко как бы низковато в этих кашпо да как будто бы кашпо великоваты но поверьте друзья на примере вот этой вот орхидеи до горшки абсолютно одинаковые горшки абсолютно одинаковые и кашпо тоже абсолютно одинаковые абсолютно одинаковые но вот у этой орхидеи корни прут и выдавливают ее из горшка то есть соответственно если у нас попрут корни вот у этих орхидей чтобы было время куда переть место и время для следующей пересадки в общем друзья вот этих вот опять орхидей 4 новеньких 4 новеньких и 1 вот это вот старенькая у нас начинают проект на канале орхидеи в темных горшках да то есть можем себе представить что эти орхидеи у нас как будто бы посажены в темные горшки но с маленьким таким хитростью что мы их не посадили а просто поместили в кашпо чтобы можно было периодически доставать и наблюдать за корнями что там происходит а вот ну а уже сажать орхидеи или не сажать в темные горшки это уже дело абсолютно каждого из новичков до сажать или не сажать почему потому что орхидеи прекрасно растут и в прозрачных кашпо и прекрасно растут в темных кашпо за единственным моментом что в темных кашпо конечно наблюдать за красотой а корней и ростом корней уже не получится но в любом случае друзья наш проект он немножечко скажем так ну покажет нам всем и вам и мне вот как себя чувствует корни орхидеи вот в таких вот непрозрачных темных горшках я уж и не говорю про орхидеи которые котлеи орхидеи цимбидиумы орхидеи но другие виды орхидеи не фаленопсис они тоже себя прекрасно чувствуют в непрозрачных горшках ну и фаленопсисы тоже но друзья подтверждение моим словам мы узнаем через несколько месяцев всем хорошего настроения всем добра здоровья и до встречи в следующем видео всем пока